МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 140 картины с 40 музеев страны. Статические и живописные изображения оживают в объеме, превращаясь в новеллы о боях и фронтовых буднях, ужасах оккупации и тяжелом труде в тылу. Картина Тараса Гапоненко «Рабовладельцы» поразила президента и патриарха в прошлом году на открытии этой экспозиции в Москве, после чего Владимир Путин предложил отправить выставку по стране. Картина «Рабовладельцы» рассказывает об оккупационной политике немецких войск, о том, как они вели себя на нашей территории. И если ее как следует осмотреть, можно будет понять, что, мягко говоря, сюда немцы пришли не на прогулку, а устанавливать свою травовую власть. Лично встретиться с героями тех лет, побывать на поле боя или в землянке – такой эффект погружения создают цифровые технологии. Они пролистываются, так сказать, картины эти. Их больше можно разместить, при том, что у нас огромное пространство. А представьте себе, если бы вживую завезли картин «140 полотен» и «40 музеев страны». Вы представляете, сколько нужно пространства, чтобы увидеть все картины. Некоторые из этих картин начинались с заметок на передовой. События так впечатляли фронтовиков, что не запечатлеть их на холсте они потом просто не могли. Мать Бориса Неменского – один из примеров. Ее основе – реальный эпизод войны. Когда немецкий с отрядом солдат проходил в наступление, они напросились на ночевку к одной старушке. Она их не очень хорошо поначалу приняла и вроде как даже отказывалась поначалу. А на утро обнаружили, что все они заботливо укутаны, что у них есть какой-никакой тормозу, грубо говоря, с собой. И вот так вот на одну ночь эти солдаты стали для этой женщины сыновьями. А вот уже бои, точнее бои за железнодорожный вокзал «Азова» в сложнейших зимних условиях. По сути, смотрите, чистое поле, степь, небольшое здание вокзала. Немцы заняли удобную оборонительную позицию. И нашим солдатам приходилось пробиваться сквозь снег, сражаться с немцами в условиях жесточайшего мороза. А на триптихе, написанном еще тогда, в 1942-м, несколько образов, связанных с давней историей. Блинные герои Александр Невский на первый взгляд к этой войне никак не относятся. Но это только на первый взгляд. А все это совпало с тем, что в 1242 год ледовое побоище против немецких рыцарей и надо было вот эту преемственность поколений подчеркнуть. А больше всего эмоции вызывают картины, не связанные с боями, а тех, кто ждал своих домой. В этой экспозиции восемь залов. Каждый имеет свое название и соответствует определенной тематике. Так, зал номер один – это начало войны. Это зал номер восемь, заключительный. Он называется «За отвагу». Рассказывает о боях Великой Отечественной и отваге советских солдат. Здесь подводится итог всей экспозиции в целом. Елена Оребжанова, Андрей Токарев, Ростов-на-Дону.